Всем привет, друзья! С вами Макс, и вы находитесь на канале KeepGoing. Сегодня я в даунтауне Лос-Анджелеса, и вокруг меня очень много высоких зданий. Сейчас вам просто покажу, как это все выглядит. И сегодня я хочу рассказать вам истории о том, какие есть профессии в США, с которыми лучше не связываться. Точнее, это даже не профессия, это виды работ для тех, кто только приехали в Америку. И многие ищут любую возможность заработать. Иногда даже не догадываюсь о том, что та работа, которую они хотят делать, нелегальна. И они об этом не понимают, просто потому что те люди, которым ее предлагают, сами об этом не рассказывают, умалчивают. И первый вид работы, это связано с переотправками посылок. То есть под разным предлогом вам рассказывают, что вам нужно будет получить посылку, и потом просто отправить по другому ее адресу. Они могут это обосновать разными причинами. Кто-то может сказать, что просто это возвратная посылка, и нужный человек, кто будет собирать эти посылки. Кто-то вам расскажет, что это какой-то вид их деятельности. Короче, не важно, как они будут вас убеждать насчет этой работы. Но суть в том, что если вы получаете что-либо на ваше имя, на ваш адрес, и потом отправляете дальше, знаете, это связано с кредитными картами. То есть те люди, которые вам предлагают эту работу, они покупают эти вещи ворованными кредитными картами, и потом им нужны другие люди, которые будут отправлять с одного адреса на второй эти посылки, для того, чтобы сделать длинную цепь, и в итоге отправят либо к ним, либо на продажу, то есть в какое-то любое место. Но суть в том, что те, кто занимается переотправкой этих посылок, они рано или поздно попадаются на этом, то есть полиция это отслеживает, отлавливает, и вам уже будет раздать реальный какой-то судебный иск, то есть это просто так не пройдет, и как минимум будет судебное разбирательство, как максимум могут писать какой-то срок. Я не адвокат, не знаю, что там будет, но в плане, что это нелегально, это незаконно, и это рано или поздно выйдет вам Богом, поэтому знайте, что ни в коем случае не связывайтесь с любой видом деятельности, где нужно будет принимать посылки на ваш адрес, на ваше имя. Это все незаконно. Второй вид деятельности, это я скажу в честности про Лос-Анджелес, это случилось с двумя моими знакомыми, поэтому я вам и рассказываю, да, эта информация может быть кому-то тоже будет полезна. Это связано с нелегальными казино, то есть в Калифорнии очень много нелегальных, нелегальных казино, и, как вы понимаете, если уже есть слово нелегальное, то значит, что это незаконно, и это уже плохо, если вы будете работать в каком-то таком подпольном казино. Рано или поздно любой из этих казино накрывает. Они как грибы после дождя, знаете, они вот в одном месте накрылись, сразу во втором открылись, то есть хозяин этих казино, они постоянно где-то их открывают, и постоянно нужны работники. Платят там неплохо, можете зарабатывать нормальные деньги, но это дополи до времени, пока просто это казино не закроет. Но, если это казино все-таки закроют, то вы попадете под то же судебное разбирательство. Вам придется тратить деньги на адвоката, это куча времени. И вот реальная история. Подружка моего друга, она работала в таком казино, и его закрыли тоже. И она была в нелегальном статусе, ну, то есть у нее не было никакого статуса в Америке, и как бы ее могли бы депортировать. Но и так как сейчас она под следствием, она ждет суда, то она не может не выехать из страны, никуда уехать, то есть она просто ждет суда. Если суд будет, и все пойдет не в ее сторону, то она еще получит реальный срок. Вот в чем беда. И в лучшем случае она получит какой-то там условный срок, и может быть ее депортируют, или что-то такое. Но в плане, что нелегальное казино это очень плохо. И теперь вторая история про нелегальное казино, которое случилось тоже с моей подружкой. Она должна была выйти на работу в один день, но не смогла, попросила подменить одного парня. Этот парень пришел на работу, подменил ее. И в этот же день казино закрыла полиция, и у одного из посетителей, как это Лос-Анджелес, у одного из посетителей нашли килограмм кокаина. То есть, вдумайтесь, целый килограмм. То есть это прям огромный пакет муки, у человека был с собой. И из-за того, что кокаина было очень много, килограмм никто с собой не носит, просто для употребления килограмм, правильно? То есть это было ясно, что это на продажу. В общем, приписали продажу наркотиков охраннику, и этому парню, который пришел подменить девичонку. Он работал как бы на кассе при входе, поэтому он, по мнению полиции, в сговоре с этим человеком, который принес кокаин. И все. И теперь ему грозит реальный срок, причем довольно-таки большой. Я не знаю, как и что, с ним все перестали общаться. Все, кто до этого общались, то просили выйти его на работу, подменить, все оборвали с ним контакты. Он не может никому дозвониться, никому застучаться, потому что все пытаются быть подальше от этого происшествия. И вот так парень решил помочь человеку, сам попал в большую, грубо говоря, беду. То есть, я к чему это все рассказываю? Просто для того, чтобы предостеречь вас, чтобы вы не шли на какие-то неправильные действия, не делали этих поступков, и всегда думали перед тем, как устраиваться на какую-либо другую работу. Потому что, когда вы только приехали, вы многого не знаете, местных законов, местных правил, местных видов деятельности. И какой-то вид деятельности могут вам предпринести так, что вы будете думать, что все хорошо, на самом деле это будет незаконно. Поэтому, если вы испытываете какое-то чувство тревоги перед новой работой, или вам кажется что-то странным, вообще, если вам кажется что-либо странным, лучше не беритесь за это. Не важно, что это. Это может быть какое-то новое жилье, или новая работа. Если где-то есть какая-то странность, все, это значит, что это будет в итоге нехорошо. Есть внутреннее чувство, которое вас должно как бы стимулировать не идти на неправильные поступки. То есть, все. Такая была история про нелегальную работу в Америке. Поэтому будьте осторожны, не делайте глупостей. И всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!